Место укола не тереть, не чесать, йодовую сеточку не делать. Душ принять можно сегодня. Душ. Алена Трещалова – настоящий передовик. С начала года старшая медсестра Собинской районной больницы вакцинировала от ковида более тысячи человек. Одним из первых пациентов был дедушка 80 лет. Был в Фитинина мужчина, 41-го года рождения. Он пришел первый, с палочкой, кое-как сюда забрался. Я хочу. Не надо тебе возраста какой большой. Нет, я хочу, я буду и все. Не жалуются на побочные эффекты и Тамила Горчуева, работница птицефабрики, сегодня получила второй компонент препарата. Я вообще в жизни своей никогда ничем не болел. Ни желтухой, ничем никогда. Никакими детскими болезнями. Ну, уже мне сейчас за 40. Мало ли, иммунитет падает. Перед прививкой каждый посетитель подписывает документ, что вакцинируется он добровольно. Пациенты делают прививки по разным причинам. Большинство не хотят заболеть ковидом. Пожилые переживают, что без защиты не смогут общаться с внуками. А любители путешествий делают прививки, чтобы отдохнуть на море. Без сертификата на ряд российских курортов уже не попасть. Ну, что я могу сказать? Это решение каждого человека лично. Понимаете? Должен прийти человек самостоятельно к этому. Вот я, например, сама решила для себя. У меня хоть дети и ругают. Они говорят, ну, зря мы... Я говорю, я так решила, для себя. На каждый выезд врачи берут с собой запасные дозы вакцины. Нередко пациенты приходят без предварительной записи, случайно узнав о приезде мобильного ФАПа. Людям в помощи не отказывают. Как мы уже сейчас видим, да, и по пациентам, которые поступают, да, и по нашим пациентам, которые лежат, эта волна протекает тяжелее. Быстрее развиваются осложнения, такие как пневмония, тяжелые сосудистые осложнения. И особенно, ну, люди пожилые, люди полные, да, люди с сопутствующими фоном и заболеваниями болеют тяжелее, переносят тяжелее эту инфекцию. На сегодняшний день у Собинских врачей осталось порядка 400 доз вакцины. Этого запаса хватит буквально на несколько дней. Медики этой и других больниц области ждут решения, которое должен принять Минздрав. Регион ждет поступления дополнительной партии препаратов.